Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня с Божьей помощью мы будем читать пятую главу этого послания и делать ее исследование. Название сегодняшней темы «Что делать, если священник грешник?» Эта тема доминирует в этой главе. Кстати, глава очень небольшая. В этой главе апостол первое порицает Коринфян за то, что они проявляют терпимость к человеку, к служителю, виновному в грехе кровосмешения, и повелевает отлучить его и предать сатане вознеможение. Второе. Призывает самих коринфских христиан к чистоте. Третье. Требует, чтобы они уклонились даже от обычного общения с теми христианами, которые виновны в позорных и скверных деяниях. И эта глава начинается словами «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Итак, что мы здесь видим? Апостол Павел обращает внимание на то, что в этой общине появилось блудодеяние, причем такое, какого нет у язычников. Профессор Десницкий объясняет, что само это слово «блудодеяние» в греко-римских текстах того времени обычно означает «проституцию за плату». Однако в иудейской среде это слово использовалось по отношению ко всем грехам, связанным с половой сферой. В данном случае, пишет профессор, «Имеется в виду конкретная проблема – сексуальное отношение между неким человеком из коринфской общины и женой его отца, то есть мачехой». Павел возмущается тем, что коринфская церковь терпимо отнеслась к такого рода греху в своей среде. Профессор Десницкий продолжает. «Жена отца, Павел, по-видимому, ссылается на запрет из книги «Левит» 18.8 и «Левит» 20.11, где запрещается этот грех. Подобные отношения запрещались и римскими законами. Поскольку апостол осуждает только мужчину, вероятно, женщина была язычница. Итак, апостол Павел пишет о блудодеянии, какого не слышно даже у язычников. Но в самом начале этого послания мы читали, 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих, что это послание написано «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Как могут быть освященными и призванными святыми те, у которых такая проблема? Вот здесь надо как раз понять, что Божье спасение достигает нас независимо от дел закона, а так как закон делится на две части, это повелительные заповеди и запретительные заповеди, то так и получается, что независимо от наших злых и добрых дел явилась правда Божия, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, когда спасение даруется по благодати. И если по благодати, это значит не по делам, как пишет тот же Павел в послании к римлянам, ибо там, где благодать, там нет дела, иначе бы дела не было бы дела. Если что-то дается по милости, а благодать – это милость, прежде всего, по-еврейски хэсэд, это значит даром и совершенно незаслуженно. Поэтому церковь не перестает быть святой и источником освящения и святости, даже если согрешают ее отдельные члены, и даже если согрешают служители этой церкви. Апостол Павел обвиняет в этой проблеме не только этого человека, который создал эту проблему, но и всю эту общину. Почему? Потому что он был служителем церкви, его служение одобрялось. Но в действительности, братья и сестры, благодать действует даже через недостойных. Ибо благодать Божия – это та сила Божия, которая немощное врачует, а скудевающее восполняет. И Златоуста считает, что этот человек был служителем церкви. Мы увидим эту точку зрения Златоуста ниже. Но даже если служитель недостоин, даже если он конченый грешник, благодать Божия действует через него необратимо, пока он в единстве с церковью и не запрещен в своем служении. Так, например, Блажин Августин пишет, «Служители церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священодействия имеют всю силу для верующего, за себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». Ефрем Сирин, преподобный отец наш, пишет, «Если и не знаешь, о каком Иереи, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой, как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший был и недостоин». Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога, а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает право и учения, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце, в родном отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». И опять святитель Григорий Богослов, «К очищению тебя всякий достоин веры, только бы был он из числа получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от церкви. Не суди судей, ты требующий врачевания, не разбирай достоинств очищающих тебя, не делай выбора, смотря на родителей». «Хотя один другого лучше или ниже, но всякий выше тебя. Рассуди так. Два перстня, золотой и железный, и на обоих вырезан один и тот же царский лик, и обоими сделаны печати на воске. Чем одна печать отличается от другой? Ничем. Распознай вещество на воске, если ты всех премудрый. Скажи, который оттиск железного, а который золотого перстя? И отчего он одинаков? Ибо хотя вещество различно, но в начертании нет различия. Так и крестителем, да будет у тебя всякий священник, ибо хотя бы один превосходил другого по жизни, но сила крещения равна, и одинаково может привести тебя к совершенству всякий, кто наставлен в той же вере. И Павел пишет далее. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общей с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане вознеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. О чем это? Происходит отлучение этого человека от церкви. А зачем тогда Павел говорит, что он предается сатане вознеможение? Потому что всякий, кто не принадлежит к церкви, он во власти сатаны, который через всякие удручения посылает нам страдания. мир вне церкви – это и есть то пространство, где человек пребывает в изнеможении плоти, как преданный сатане. Вы можете спросить, а кто предал его сатане, если человек никогда не был крещён, он где-то родился там в Австралии? Это произошло тогда, когда наши прародители Адам и Ева поверили змею, дьяволу, больше, чем Творцу Богу. Исказился характер человеческой жизни, и все оказались преданы сатане вознеможение. И дьявол мучает их, и все Творение Божие совокупно стинает, подсознательно ожидая усыновления чад Божьих, которые возможны только в Святой Церкви, во Христе и со Христом, через Таинство Церкви. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Не возражайте мне, говорит Павел, что один только прелюбодействует...» Нет. Грех общий всем. Потому и продолжает Павел, «И вы возгордились, не сказал таким грехом, это было бы безрассудно, но учением его, грешника, то есть...» Тут конец цитаты. «Но учением его, то есть он, с точки зрения Златоуста, был одним из служителей Церкви, так как у Златоуста он называется учителем, который преподает некое учение». Поэтому не случайно, что мы делали изыскание сегодня по этому вопросу. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «А вы возгордились и превозноситесь духовными дарами своими, которые имеете». Они действительно любили демонстрировать друг перед другом, каинские христиане, дар языков, дар пророчества и другие дары. Такая была ярмарка тщеславия, религиозного тщеславия. Итак, Ефрем Сирин пишет, «А вы возгордились и превозноситесь духовными дарами своими, которые имеете. почему же не предались плачу и не опечалились с бичеваниями и постами, чтобы изъят был из среды вас или этот грех, в том случае, если этот человек исправится, или изъят виновник этого греха, то есть отлучен». А как действительно обличать человека, если это служитель, и не согрешить против правды Божией при этом? В Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих, мы читаем, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя ты, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то добует он тебе, как язычник и мэтрик». Что значит «скажи церкви»? А разве церковь — это не двое-трое, как протестанты иногда говорят, и ссылаются на слова Христа, где двое или трое собраны во имя Христа, там он посреди. Конечно, двое-трое — это не всегда церковь. Поэтому и сказано, что если не послушается, двоих-троих скажет церковь. Церковь, по-гречески «экклесия» — это все собрание верующих. Итак, сам Христос, наш божественный учитель и наставник, он учит нас, как обличать другого человека, без желания его опозорить. То есть, если мы что-то узнали, или нам показалось, что мы что-то узнали, мы должны поговорить с этим человеком один на один. Человек имеет право ответить на любое обвинение. И если после этого мы убеждаемся, что он совершенно не исправился, мы берем двух-трех. И если потом мы убеждаемся, что он совершенно не исправился, мы говорим церкви. Что значит церковь? Служителям церкви, прежде всего. Это не значит, что мы на церковной доске объявлений вывешиваем свое отношение к этому человеку. Нет, мы говорим с служителями церкви, мы обращаемся в церковный суд. И вот это правильное действие. И будет еще один шанс, когда сама церковь своей властью будет пытаться урезонить этого человека. И Павел продолжает «Нечем вам хвалиться то, что они проигнорировали проблемы этого человека, учащего человека, служителя церкви. Они сделали эти проблемы своими проблемами». Поэтому Павел говорит «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны». Что значит «безквасны»? Это в смысле благодати. Потому что Пасха в понимании евреев того времени – это опресники. А вот эта малая закваска, вот эта греховность, она могла сделать кислым все это тесто, непригодным для Пасхи, а значит и для Христа. А почему? Непригодное для Песоха – это значит непригодное для Хам-Мещиаха, для Христа. «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Христос есть тот самый пасхальный агнец, который берет на себя грехи мира. И восьмой стих, здесь Павел как бы уже резюмирует, «Посему станем праздновать не со старой закваской». Что значит старая закваска? Это наша прошлая жизнь, да, обращение к Богу. С ней надо решительно разорвать. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваскою порок и лукавства, но с опресноками чистоты истины». Опресноки, маца. Никакой примеси, никакой закваски. Чистоты истины, то есть без любой примеси. И древнехристианский экзегет Амбразиастер пишет, «Так, следовательно, и грех одного, известие о котором не оспаривается, многих оскверняет». То есть, появилась какая-то информация о человеке, ее можно оспорить, с ней можно не согласиться, но когда все организованно молчат, они становятся соучастниками. И Амбразиастер и пишет, «Так, следовательно, и грех одного, известие о котором не оспаривается, многих оскверняет». Ибо все, кто знал, не отвернулись, и кто мог порицать, сделали вид, что не замечают. «Ибо человек не видит своего греха за собой, когда никем не порицается, не избегается». То есть, по сути дела, они, может быть, проявляли, как они думали, деликатность по отношению к нему. На самом деле, они его подставили и довели его до такого состояния, когда сам Павел заочно, но отлучает его от церкви. Но, забегая вперед, сразу скажу, что во втором послании Коринфина мы увидим, что Павел простил этого мужчину, этого служителя, и попросил восстановить его в прежнем достоинстве после того, как он понес дисциплинарное наказание. В блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет «То, что вы разрешили публично при вас делать грех, заквашивает все ваше тело. Речь идет именно о публичном, явном, наглом совершении греха, что дает повод другим людям поступать таким же образом». Ну, может быть, кто-то спросит отца Даниила, «Как это можно совершать грех публично?» Может быть, он стал приходить с ней прямо на собрание, она сидела с ним, как его подруга, как его жена, и все как бы проглотили эту ситуацию, как бы не заметили ее. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Хотя, говорит, грех его, грех его, но, будучи оставлен без внимания, может заразить и все тело церкви, потому что, если первый согрешивший не будет предан наказанию, то скоро и другие впадут в тот же грех». Этими словами выражает, то есть Павел выражает, что им следует опасаться и заботиться о всей церкви, а не об одном только члене для того и употреблять подобие закваски надо. И Павел это делает. «Как закваска, говорит Павел, хотя и небольшая, изменяет собой все тесто, так и он, если останется без обличения, и грех его без наказания, то заразит и прочих». И далее апостол Павел развивает свою мысль, он хочет объяснить, почему нетерпим для христиан внутренний грешник, который прямо в их общине, член их общины, в некотором смысле лицо их общины. Ведь весь мир в таком состоянии, но мы же не покидаем мир. Девятый по одиннадцатый стих Павел пишет. «Я писал вам в послании», то есть ранее писал, таким образом, первое Коринфянам, это не совсем первое, но мы об этом уже говорили. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Вот здесь обращают на себя внимание уточнение апостола Павла. Он пишет, «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом», он не пишет, является блудником, остается блудником. Что это значит? Остается блудником. После обличения он не делает выводы. Таким образом, Павел в этом рассуждении следует за Христом, который говорит, «Обличи один на один, если он примет обличение, ты приобрел брата». Аллилуйя! «Обличите двое-трое, если он примет обличение, то есть перестанет быть блудником, ты приобрел брата, но если он остается таковым, это уже нечто хроническое. И здесь не обойтись без ампутации». Амбразиастер, древнехристианский экзегет, пишет, «Он, то есть Павел, запрещает принимать пищу с братом, то есть с другим христианином православным, но с неверующими не запрещает, поскольку говорит, если кто вас пригласит к трапезе и хотите поесть, ешьте все, что вам предложат». То есть на мирских людей это не распространяется. Церковный суд – это внутреннее дело Церкви. мы не можем так же относиться к людям, живущим в миру, так как мы относимся к своим внутренним. Люди, живущие в миру, – это внешнее, а живущие в Церкви – это внутреннее. А кому сколько дано, как мы знаем, того столько и спросится. И развивая эту мысль, Павел пишет, 12-13 стих, «Ибо что мне судить и внешних?» То есть зачем мне судить мирских? «Не внутренних ли вы судите?» То есть да, вы имеете право судить внутренних. «Внешних же судит Бог». Бог. «Итак, извергните развращенного и среды вас». И вот смотрите, что пишет отец Даниил Сысоев в блаженной памяти. «Когда нам кричат, почему Церковь не обличает антинародный режим?» Ну, можно добавить к отцу Даниилу. «Почему Церковь там не противостоит прививкам?» Или что-то еще. «Почему Церковь поддерживает прививки?» Ну, будем ближе к словам самого отца Даниила. «Когда нам кричат, почему Церковь не обличает антинародный режим?» То есть режим нехристианский. «Это просто не наше дело», отвечает отец Даниил. «Хотя Церковь обличает беззаконие людей, ну, имея в виду, что среди них много православных, и всегда призывает к этому, и Патриарх многократно выступал за то, чтобы беззакония, творившиеся в 90-х годах, прекратились. Было несколько десятков обращений Святейшего Патриарха на эту тему. Но обличать, например, мусульман заниматься обличением мусульманских грехов нам не положено. Кстати, интересно, что в Древнем мире Древняя Церковь напрямую, исполняя эту заповедь апостола, не занималась обличением безобразий Древнего Рима. Церковь не осуждала гладиаторских боев, Церковь не осуждала разврата языческого мира, потому что понимала, что без изменения сердцевины, без изменения веры ничего не изменить. Главное, что говорила Церковь публично, прекратите кланяться ложным богам. Они нечисты, развратны, мерзки, отвратительны. Зачем вы кланитесь дереву и камням? Надо кланяться живому, истинному Богу. Церковь била сердцевину. Что пытаются делать сейчас, продолжает отец Даниил Сысоев. Был такой комитет за нравственное возрождение Отечества. Ему принадлежало много хороших, правильных высказываний, но основная идея была ошибочна. Никоим образом нельзя вылечить общество, пытаясь справиться с блудом, убийствами, грабежами, не леча безбожия. Бессмысленно сотрудничать с коммунистами, желая оздоровить Отечество. Что значит, не внутренних ли вы судите? Церковный суд должен распространяться на тех, кто внутри церкви находится. Вы судите, значит, у вас действует судебная власть. На тех, кто внутри церкви находится, распространяется власть церковного суда. То есть каждый христианин под властью церковного суда находится под властью епископа. Именно поэтому церковь имеет власть судить находящихся внутри себя. Но вне церковных людей мы судить не властны. Например, часто спрашивают, почему церковь обращается по некоторым вопросам во внешние инстанции, по вопросу грабежа, например, и кражи документов, потому что епископ не обладает никакими возможностями для того, чтобы отыскать украденные документы. У епископа нет следственных органов и службы судебных приставов. Но внутренние церковные дела решаются именно внутри церкви. Конец цитаты. Итак, здесь мы видим, насколько прав отец Даниил Сысоев в блаженной памяти моли Христа Бога и спастись душам нашим. И насколько неправы те, которые хотят, чтобы церковь высказывалась по всему происходящему в обществе. Церковь, она знает свои границы. И она не собирается за них выходить. Единственная возможность выйти за пределы церкви — это начать благоествовать Святой Евангелие. И мы это делаем по мере сил, в том числе и на библейском портале Экзогет. Итак, сегодня, друзья, мы разобрали еще одну главу Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, пятая глава. «Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вместе с вами в шестую главу и изучать ее. Подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok